Всем привет! Меня зовут Джилав Анатолий Быков и сейчас я вам продемонстрирую свой стенд, который я создал для моделирования клавиатуры. В общем, я решил его создать, потому что понял, что вешать переключатели на пластилин достаточно неудобно, а здесь будет намного практичнее, удобнее и четко. Итак, в чем смысл стенда? Смотрите, на данном стенде у меня расположены переключатели, свечи с кейкапами. И их все можно переключать и куда-то их передвину, они четко фиксируются в этом месте и никуда не сдвигаются, не падают и так далее. Даже если я к кому-то еду, и мы с кем-то, допустим, я делаю кому-то клавиатуру на заказ, выбираем расположение кнопок переключателей, да, выбираем. И потом я это все везу к себе назад, да, даже если это буду везти в сумке, в таком положении, видите, ничего никуда не сползает, если даже потрусить, перевернуть, то есть, сейчас попробую перевернуть, показать вам. Вот, видите, вверх ногами даже все держится, все четко. Кнопки фиксируются и это отлично, это хороший результат, тот, который я хотел. Теперь, что еще было сделано? Собственно, я обрезал большинство кейкапов, то есть, видите, они обрезаны, теперь имеют меньший размер. Я сделал это для того, чтобы поэкспериментировать, чтобы ставить кнопки вплотную. Ну, после того, как я обрезал, я думал, этого будет достаточно. Оказалось, недостаточно кейкапы все разные и спереди или иногда сзади чуть-чуть выпирают за переключатель. Может быть, это плохо видно на камере, но если присмотреться, это можно увидеть. И когда я подвигаю их плотно, вот он сначала упирается, видите, в кейкап упирается. Вот. Итак, что я решил? Я решил, что я еще потестирую, нужно ли мне ставить кнопки плотно, чтобы было максимально сжато, да, и пальцем я доставал до всех четырех кнопочек без перемещения руки, чисто движением пальца. Вот. Если, допустим, я раздвину и буду плохо доставать, да, то тогда, собственно, придется мне обрезать те кнопки и сделать еще меньше. То есть, я сточу спереди, я сточу сзади все кнопочки. Сделаю их еще компактнее, чтобы можно было ставить вплотную. Ну, я приду к этому решению, когда все протестирую, и тогда уже будет ясно, нужно это или нет. Сейчас, что я немножко сделал. Я здесь выстроил первую примерную раскладку. Не обращайте внимание на алфавит. Просто кнопочки так расположил с алфавитами и раскладкой русской. Я уже буду потом экспериментировать и располагать буквы именно в такой варианте, что чаще всего используется. Какие самые часто используемые буквы в русском алфавите используются для набора текста, те я их буду располагать соответствующе, чтобы была максимально эффективная и быстрая печать на русском языке. Но это дело уже следующих задач уже потом. Сначала надо придумать расположение самих кнопок. Вот, собственно, первое, что у меня есть. Есть первая ступень как бы эффективности максимальной, первая ступень расположения, когда кнопки расположены максимально эффективно. То есть, я пальцем этим здесь очень быстро работаю, здесь очень быстро работаю. Есть вторая ступень эффективности, когда уже надо чуть-чуть дальше нажимать. То есть, это уже чуть-чуть медленнее. Также и остальные пальцы. То есть, если взять этот палец, очень быстро нажимаю, передний второй, даже третью нажимаю быстро. Также этот палец и нижняя тоже кнопочка вам вид, нет? То есть, передний, задний. Также мизинец. Первая, вторая, первая, вторая. Крайняя еще есть. Ну, крайняя уже не так удобно, но она есть. Просто надо более точно на все расположить, настроить. В общем, вот что я сделал. Также под большой палец кнопки. Пока непривычно, но так в целом четко. Еще также будут расположены кнопки вертикальные. Когда вот сюда я буду нажимать пальцем, тут будет кнопка. Такие кнопки, но это уже позже. В общем, процесс пошел. Сейчас уже мне это все больше нравится, как у меня все получается. И в дальнейшем следующие мои задачи. Сегодня уже я не буду делать ничего. Вот. А попозже я займусь тем, что, собственно, еще раз протестирую расположение кнопок. Надо ли еще стачивать кейкапы, чтобы они были еще меньше или нет. Если надо стачивать, я стачу. И тогда уже буду окончательно моделировать именно вот эту раскладку для руки. Вот. После того, как я раскладку для руки сделаю, я примусь за алфавит. Я буду выбирать самое эффективное расположение русских кнопок, русских букв для набора быстрого текста. То есть, чтобы я меньше двигал пальцами и больше печатал. Вот. Это я уже буду вторая задача. Вот. Ну а так, в целом, основная моя задача это создание игровой клавиатуры, чтобы мне было удобно именно играть. И у меня уже есть некоторые идеи, допустим, где расположить alt, то есть, да, где расположить shift. То есть, это будет именно под эти пальцы, да. Не просто где-то отдельно, чтобы я просто нажал alt или shift и нажал какую-то комбинацию, и там произошел выстрел или еще что-то. Вот. Но это уже все попозже и потом. То есть, также есть, допустим, кнопки еще хочу показать. Вот обычные, да, это первая ступень, когда пальцы работают быстро. Вот этим нажимаю, да. Есть еще еще одна ступень. Еще могу добавлять сюда кнопочки вертикальные, когда я уже, ну, обычно или дальние, да. То есть, палец тоже достает. Я рукой не двигаю чисто пальцы. То есть, я все это буду очень долго тестировать. Очень-очень долго для того, чтобы прийти именно к самой лучшему расположению кнопок. Вот. Ну, а сейчас, пока, собственно, на этом деле я закончу. Вот также и для указательного пальца расположил дополнительные кнопки. Вот боковую. Удобно нажимать. Да, мне вот это удобно нажимать. И это тоже удобно. Ну, тут уже не так сильно, но нормально. Ну, а самые быстрые кнопки для указательного пальца, это, естественно, вот это. Это вообще комбинация бомба. Вперед тоже самое. Очень быстро. Также дальние. Ну, дальние чуть-чуть уже будет помедленнее, потому что расстояние. Вот. Ну, сами понимаете, когда будет раскладка и расположение кнопок максимально удобное, четкое, то будет максимальная эффективность и отдача от такой клавиатуры. То есть, играть на такой клавиатуре будет одно удовольствие. Вот это, собственно, все, что я вам хотел рассказать в этом видео и тем, как у меня это дело. Я очень доволен, что у меня получился такой хороший стенд. В дальнейшем осталось дело за большим количеством тестов и принятие правильных выводов. А на этом все. С вами был Атолий Любыкович. Желав. Всем пока.